Друзья, всем большой привет, добро пожаловать в Кристиан Лэнд. Сегодня мы с вами обсудим Форсаж, я выскажу свое мнение по девятой части. Я хотел это сделать сразу после сеанса, но у меня был поздний сеанс, 8 часов. Он закончился примерно в 22.30, пока я приехал домой, было уже поздно. И я решил рассказать чуть позже, через день-два, чтобы у меня немножко уложился сюжет, чтобы я более конструктивно и без вот тех эмоций, которые были, потому что эмоции у меня были колоссальные, мне очень понравился фильм. Я сразу скажу, что он мне понравился. Я то, что отжидал от девятой части, я то, в принципе, и получил, потому что, не знаю, может быть, у кого-то были суперзавышенные ожидания, у кого-то, может быть, они были слишком заниженные, и для них фильм получился супер-вау. Но для меня уже, наверное, с части шестой, да, где-то с шестой части, я уже примерно знаю, в каком направлении двигается вселенная Форсаж, и чего ждать от девятой части. Я сразу знал, я не могу сказать, что я точно знал сюжет, но было понятно, что Джейкоб в любом случае присоединится к семье, и он пока этого открыто так что не сделал, но Доминик... Ну, в общем, я не буду раскрывать всех спойлеров. Было понятно по трейлеру, что Джейкоб никакой не главный злодей фильма, им оказался другой персонаж. Опять же, спойлерить не буду, когда будут спойлеры, я об этом предупрежу. Мало ли, какая-то часть аудитории еще не смотрела Форсаж 9. И вы спросите меня, рекомендую ли я посмотреть. Конечно же, я рекомендую вам посмотреть Форсаж 9, потому что вам определенно понравится. Возьмите с собой попкорн, обязательно. Я, кстати, не взял с собой в кино попкорн, я очень жалею. Там один чувак очень аппетитно его ел, и я безумно жалею, что не взял также попкорн. Поэтому берите попкорн, что-нибудь попить, и наслаждайтесь фильмом, даже если вы не супер какой-то ярый фанат. Опять же, понятно, что на определенные фильмы ярые фанаты никакие не идут. Идут иногда просто, вот Форсаж 9, ну окей, схожу на Форсаж 9. Там не все такие фанаты, как я. Опять же, это не важно абсолютно. Если фильм крутой, если фильм классный, то вы можете спокойно пойти. Даже если вы не знаете настолько хорошо всю вселенную, вам объяснят в Форсаже 9 все, что-то как происходит прямо сейчас. В общем, погнали обсуждать. Во-первых, что бы я хотел сразу сказать, это то, что с первых минут фильм берет зрителя сразу в оборот, его внимание. То есть надо быть сконцентрированным с первых минут фильма. И мне это безумно понравилось. То есть ты садишься, смотришь рекламу, и у тебя сразу начинается фильм, и ты сразу в каком-то экшене, в какой-то погоне. В общем, если смотрели фильм, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Сразу нам рассказывается предыстория, там туда-сюда. В общем, что круто в 9 части, это то, что видно, как режиссер, как вообще вся команда. Опять же, Вин Дизель работал очень много и работает. То есть актеры имеют прямое участие в развитии франшизы. То есть там не так, как во многих других франшизах, где все решают боссы, там в каком направлении будет двигаться. Я думаю, что ключевое слово, одно из ключевых за именно Вин Дизелем. Потому что я думаю, что он, он, точнее я не думаю, он один из главных продюсеров фильма. И он с Джастином Лином, главным режиссером фильма, который снимет и последующие части Форсажа, и возможно будет еще снимать какие-то спин-оффы. Ну, отдельная тема для видео, мне кажется. Вот. И они настолько уже проработали эту вселенную, настолько классно все детальки, вот этот пазл собирают, и он до сих пор еще собирается. То есть в каждой части узнается что-то новое. Кто бы что ни говорил, Форсаж держит планку по сей день. То есть Форсаж 9, эта часть не хуже, чем 8, эта часть не хуже, чем 7, эта часть не хуже, чем 6, держит планку Форсаж. Каждый фильм новые страны, новые трюки, новые тачки. Понятно, что Dodge Charger Доминика никуда не уйдет, но все же какие-то другие тачки появляются. Там Акура классная появилась, там что еще у нас, Форд классный, на котором ездил Джейкоб Торетто. Ну, интересно. Реально интересно и классно сделано, и с каждой частью планка повышается, и об этом опять же чуть позже в видео. В общем, в целом, картина очень крутая. Поверьте мне, если вы опять же не фанат, это не важно, сходите, посмотрите, и вы, поверьте мне, проведете отличный вечер, или там утром сходите, не знаю, в общем не важно, лучше вечером, вечером намного класснее, после рабочего дня, шикарно залететь. Ваймакс, советую вам идти. Ваймакс, это шикарно, будет просто великолепно, поверьте, звук, погоня, все это будет намного лучше восприниматься, чем на обычном сеансе. Хотя на обычном, я думаю, что тоже неплохо. В общем, тут уже не суть, главное, сходите на фильм, вам определенно понравится, и обязательно сходите на него в кино, он, конечно же, появится на стриминговых сервисах, но в любом случае, сходить в кино на такой фильм определенно стоит. В общем, я вам в целом сказал, что да как, дальше без спойлеров просто не обойтись, поэтому спойлеры, 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 вот, я вообще записываю это видео на одном дыхании, поэтому готов вам сейчас все свои мысли об этой части рассказать. В общем, давайте начнем с главного, о возвращении Хана. В трейлерах, опять же, все это видели прекрасно, и я боялся, у меня было небольшое опасение, что это либо вообще не объяснят, либо объяснят плохо, но этому уделили определенную часть фильма на то, чтобы рассказать, как Хан выжил, что он не умер и так далее. Это завязали на двух ученых, которые создавали вот это оружие, так скажем, какое, IT-оружие, как-то так можно его назвать, технологическое оружие, вот, он должен был пробраться, он работал на мистера Никто, он должен был пробраться, украсть часть этого оружия, потом этих ученых убили, у них осталась дочь, он приютил ее к себе. В общем, четко рассказали, что да как, сняли, опять же, сняли с других ракурсов, показали вот эту аварию, которая произошла в токийском дрифте, ну, то есть, ребята не просто взяли и такие, вот, Хан жив, нет, они рассказали это, они это раскрыли, и раскрыли нам новые детали вообще всей франшизы, о том, что мистер Никто во вселенной Форсаж уже очень давно следит за командой, он понимает, что это супер крутая команда, они друг друга выручат в любой момент, то есть, вы понимаете, да, что какая-то группа наемников, они друг друга могут поставить в любой там момент, бросить друг друга или не выручить, а такая семья, как у Доминика Торетто, этого никогда не сделает, ну, что они, в принципе, показывают из фильма в фильм, даже Джейкоба они не бросили, вот, по поводу Хана все четко, я рад, прям в 10 из 10 рассказали о том, как он выжил, жалко, что Жозель не выжила, был вообще тогда бум, но кто знает, может быть, в 10 части выяснится, что она живая, она тоже там скрывалась, чтобы ее не убили и так далее, в общем, идем дальше, супер твистов каких-то не было в фильме, как мы понимаем, девятая часть Форсаджа происходит через пару лет, может быть, через 2-3 года после восьмой части, вот, Доминик ушел немножко, так скажем, немножко отошел от дел, и живет в домике, в какой-то деревушке, где-то в глуши какой-то, потому что, как вы понимаете, в Лос-Анджелесе находиться опасно, в том доме, где они всегда жили, там находиться определенно опасно, потому что они нажили себе врагов, за те годы, пока они геройствовали, очень-очень много врагов, поэтому они решили куда-то в глушь, но мы понимаем по фильму, что это не их, поэтому они соглашаются помочь, конечно же, Мистеру Никто, которого вообще в фильме практически не показали, потому что его приберегли на 10 часть, это 100%, тоже будет завязан сюжет, Сайфер, вот этот чувак-мажор, второстепенный злодей, он вообще ни о чем, о нем даже говорить не будем, просто это должен был быть такой, неприязненный такой человек, персонаж, точнее, для зрителя, чтобы зритель его возненавидел, и в конце его, вся команда Форсажа, Доминика, победила, вот, поэтому о нем даже говорить не будем, а Сайфер, злодейка еще остается, то есть она 8 часть, 9, в этой части, в 9, и все надеялись, что вот, она наконец-то погибла, но она не погибла, опять же, она управляла дроном, через, через удаленное управление, поэтому она жива, здорова, цела и так далее, вот, поэтому Сайфер еще появится в определенной 10 части, но можно было бы ее слить уже в этой части, это было бы максимально логично, по моему мнению, но она еще будет в следующей части, надеюсь, в следующей части уже, наконец-то салют, потому что, ну, злодей уже, всю свою вот эту, злодейскую энергию для зрителей, уже потратит, потому что злодеи, такие долгие, ну, не знаю, мне так кажется, опять же, посмотрим, как создатели фильма это все обыграют, ну, о чем еще можно сказать, саундтрек, как всегда, суперкрутой, суперклассный, латинский, какой-то такой, рапчанский, в общем, все в стиле Форсажа, гонки, все это присутствует, опять же, я говорил в своем видео, можете посмотреть предыдущее видео про Форсаж, которое называется, идем на Форсаж 9, где объяснял, точнее, не объяснял, а смотрел и объяснял вам со своей точки зрения, по поводу хейта в сторону Форсажа, типа, где уличные гонки, опять же, еще раз скажу, я объясню, что в любом случае, каждый Форсаж завязан на гонке, и Форсаж 9 вообще не исключение, потому что финальный акт фильма построен на гонке, и вообще, фильм начинается с гонки, фильм заканчивается гонкой, в середине фильма тоже гонка, в общем, везде одни гонки, и обвинять фильм в том, что нет уличных гонок, ну давайте 9 частей снимем, как просто чуваки гоняются в Лос-Анджелесе, и все, но это, даже не хочу затрагивать хейт этих людей, он абсолютно необоснованный, это просто тупые, я не знаю, как еще их назвать, ну тупые, наверное, да, какие-то люди, которые злые такие, лишь бы что-то написать плохое, вот, поэтому вообще их отметаем в сторону, выкидываем куда-нибудь туда мусорку, и забываем вообще про них, в общем, о Форсаже 9, по поводу Хана мы с вами разобрали, по поводу Джейкоба, все, опять же, говорю, как я говорил в начале видео, было все предсказуемо, это было понятно, мне кажется, каждому знающему Форсажу фанат, потому что, вот допустим, я прекрасно знаю, в каком направлении движется вселенная Форсаж, как они делают в том или ином случае, и в этом случае, ну конечно же, Доминик там простил Джейкоба, Джейкоб там простил его, и все четко в конце, он ему символично отдает ключи от машины, чтобы он смог сбежать, потому что за ним уже гнались, и это круто, это в любом случае круто, новый персонаж, Джон Син, он, кстати, хорошо сыграл, мне понравилось, я, если честно, относился к тому, что Джон Син начал играть роли в Голливуде, скептически, потому что первые фильмы, которые я с ним видел, они показывали, что он не такой, как бы, серьезный актер, как тот же Вин Дизель, допустим, но от Форсажа он показал, что он может быть тем самым серьезным актером, который вот эту вот какую-то энергию, которую он должен давать зрителю, он ее дает, опять же, упомяну, что различные журналисты говорят о том, что Джон Сина очень много уделяет времени актерскому мастерству, то есть он работает с профессиональными какими-то продюсами, актерами, я думаю, что ему Вин Дизель какой-нибудь совет там подкинул, это хорошо, то есть он не просто вошел, зашел в Голливуд и такой типа, вот я Джон Син, я популярный, давайте снимать кино, нет, человек прогрессирует, человек развивается, человек учится актерскому мастерству, и я безумно этому рад, поэтому такой персонаж в дальнейшем развитии Форсажа обязательно нужен, и он теперь есть. В общем, наверное, что-то более сказать о фильме я не могу, конечно же, про Полу Окера, я думаю, что каждый фанат ждал какого-то появления, либо какого-то упоминания, о нем несколько раз упомянули в фильме, как вы знаете, он остался со своими детьми, с двумя своими детьми, и с сыном Доминика, опять же, Брайаном, вот, в конце восьмой части нам его не показали, и в конце фильма, когда все собрались за столом, все, и Шон из третьей части, в общем, все, 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 вся семья Форсажа, практически, вот, собралась за столом, я уже видел, что около Мии есть место, и там должен кто-то сидеть, и я прекрасно понимал, что либо нам сейчас покажут Брайану Коннора, либо не покажут, но что-то скажут, либо со спины как-то его покажут, но нет, они сделали так, как должно быть, то есть, синий Скайлайн, там, самая крутая тачка, по сути, Брайану Коннора Форсажа, быстро подъезжает к дому, заезжает во двор, и фильм заканчивается, поверьте мне, фанату, вот, как я, Форсажа, этого вполне достаточно, эта сцена была сделана для нас, для нас, фанатов, истинно, кто любит Форсаж, кто безумно любил Пол Локер, и до сих пор любит, как я, допустим, это очень, был крутой человек, это был реально достойный человек, у него было огромное количество возможностей, огромная слава, но он остался тем парнем, которым он всегда был, и вот я таких людей безумно уважаю, то есть, он был простым парнем до конца, в джинсах, в кедах, в рубашке, в общем, в отшечках, все было максимально просто, без вот этого, вы знаете, что в нашем мире вот это, сейчас у каждого человека, который хотя бы немного, там, денег заработал даже, у кого там хотя бы несколько десятков тысяч долларов есть в месяц, они все, они просто, там, на цепях, я не знаю, там, суперкары, еще что-то, вы прекрасно знаете, ну, самое главное, это такое плохое отношение к людям, высокомерное, у Пол Локера этого не было, поэтому, наверное, фанаты его еще сильнее любят за это все, и персонаж Брайан, Брайан Уконнер не умер в Форсаже, я безумно рад, что они это сделали, потому что, я думаю, что Пол Локер бы хотел, чтобы его персонаж жил, и как можно дольше, и вообще не умирал в этой франшизе, чтобы он был всегда-всегда, вот, поэтому то, что машина подъехала, синяя, Скайлайн, этого достаточно, я думаю, что нам в будущем еще покажут, я думаю, братья помогут показать какую-нибудь сцену, в любом случае, в завершающем фильме о Форсаже, о вот этой саге, уже 20 лет Форсажу в этом году, я просто в шоке, если честно, первый Форсаж вышел летом 2001 года, мне тогда был один год, я первый раз посмотрел Форсаж, такие скидлили в 2006, я об этом тоже говорил, вот, поэтому десятая часть на носу, можно сказать, уже она в ближайшие годы будет выпущена, ребята уже работают, я смотрел интервью с Звеним Дизелем, он там говорил, что ребята последние 10 дней просто сидели и обсуждали Форсаж 10, что и как сделать, поэтому нас еще ждет много-много всего по Форсажу, и поверьте мне, персонаж Брайану Коннору еще появится в 10 части, я в этом абсолютно уверен, я думаю, что все зависит от того, как это воспримут его братья, согласятся они на это, не согласятся, понятно, что если они не захотят, то нас будут радовать вот такими вот, какими-то подъездами, может быть, Брайана в какие-то места, но не суть, очень круто, персонаж не забыли, персонаж живет, и это было, я точно уверен, решение Вины Дизеля, за что ему большое спасибо, в общем, друзья, Форсаж 9 просто огонь, 10 из 10 ставлю этому фильму, можете говорить все, что угодно, что фильм плохой, неплохой, нет, он неплохой, он неплохой, это показывает статистика, зрительские ожидания, там, я не знаю, что еще, зрительские оценки, они высокие, людям понравился 9 Форсаж, Форсаж держит планку, это очень круто, Джа Тин Лин не первый Форсаж снимает, он снимал 6 Форсаж, по-моему, 5 и 8, да, по-моему, так, вот, поэтому он знает, что делать, и я безумно этому рад, что он будет в вселенной Форсажа еще очень-очень долго, в общем, друзья, жду ваше адекватное мнение о фильме в комментариях, большое всем спасибо, кто посмотрел это видео до конца, спасибо, что терпели мою блатавню, всем удачи, ждем 10 Форсаж, на кону еще много-много всего интересного, оставайтесь в Кристиан Ленд, благодарен каждому, кто подпишется на мой канал, и поставит лайк этому видео, правда, будет очень-очень приятно, больше от вас не смею ничего просить, всем удачи, всем Форсаж!